У нас действительно имел случай, когда наши водители не остановились инвалиду, он находился в инвалидной коляске. По имеющемуся факту, два водителя, которые были на 10 и на 9 маршруте, отстранены от работы. Один водитель переведен в агрегатный цех, другой водитель переведен в мойщице-уборщице. По данным водителям проводится служебное расследование. Мы приносим свои глубочайшие извинения пострадавшему пассажиру. Мы пытаемся на сегодняшний день с ним связаться и принести эти извинения лично. И в дальнейшем такие факты будут реагироваться достаточно оперативно. И здесь будут очень жесткие меры к водителям, допустившие грубые нарушения. С водителями, которые сели на этот новый подвижной состав, да на любой подвижной состав, который работает на линии, проводятся инструктажи, ежемесячные инструктажи, инструктажи при приеме нового подвижного состава. И, конечно же, водители обучены, водители умеют пользоваться, и водители обязаны. Это одна из их обязанностей останавливаться. Мы приобретаем транспорт для людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы все граждане имели возможность пользоваться нашими услугами. И поэтому данный факт является для нас достаточно серьезным. Поэтому и меры, которые приняты к водителям, они, ну, как по-нашему, достаточно серьезные. Поэтому в дальнейшем, я надеюсь, нареканий на работу горэлектротранспорта, особенно в части работы с пассажирами, которые имеют определенные ограничения, я думаю, что у нас не будет.